Привет, друзья! Вы на канале Лавка Лавкрафта. Давно на моем канале не было... Давно не было рубрики 7 забытых книг, но я решила не 7 забытых книг, а 5. Почему я так решила? Потому что 5 мне нравится, число сейчас больше. Ну или вообще просто выбрала... Выберу, ну типа я буду сейчас выбирать, на самом деле я уже выбрала. Значит, выберу для вас 5 забытых книг с полок. Это не какие-то там завалявшиеся... У меня была такая полка давным-давно, которую мне подарили, что-то где-то взяла, библиотека, вот это все. От всего этого, благодаря нашим видео, я избавилась. А теперь остались книги, которые попали по каким-то причинам до полки, и я благополучно о них забыла, либо такая хочу-хочу вот это прочитать, но потом-потом-потом. И вот сейчас как раз то самое время, когда я выберу эти 5 счастливчиков, и, возможно, кто-то из них попадет в прочтение на апрель или на май. Поэтому давайте без лишних слов начинать. Так, давайте же выберем с вами эти 5 забытых счастливчиков, которые я буду пробовать, и уже, возможно, что-нибудь даже в этом месяце, в апреле, прочитаю. Начнем с классики. Я давно к ней не прибегала, так скажем, потому что что-то больно увлеклась я в современной литературе неожиданно. Поэтому давайте смотреть, что можно из классики взять и просмотреть. О, вот уже у нас были. Вот, дела семейные. Мистери. Семейная сага. Не знаю, что там у нас будет читать, но что-то явно будет читать. Интересная, надеюсь. Поэтому будем пробовать однозначно. И фэнтези, возможно. Давайте фэнтези возьмем. Аберкромби. Первый закон. Кровь из железа. Я хотела, не помню, весной или когда попробовать, или зимой у меня в зимных планах была. Поэтому почему бы и нет прочитать ознакомительный фрагмент, парочку страниц, парочку десятков, и решить, мое или фэнтези, или не мое, а точно. Давайте современное что-нибудь возьмем. Это мой Амрит Дюбей. Познакомьтесь. Амритушка. Есть у нас вот такие вот экземплярчики. Что-то у меня ничего неохота. Хотя... Хотя... Можно Большую-маленькую ложь взять. Большая-маленькая ложь. Есть одна именно сериал популярный. И вроде книги этой автора тоже популярны. Но я ничего не читала, ничего не знаю. Поэтому будем пробовать впервые и знакомиться с автором. И еще я хотела что-то из мистики. А что-то не из мистики. Ну, мистика, трейлера, всякого вот этого года. Я хотела уже познакомиться, хотя бы, блин, знакомиться с началом. Началом мы начинаем в конце вот этой истории. Потому что одно время она гремела. Я ее даже купила. И все, она лежит, и лежит, и лежит. И ждет какой-то там своего шанса. И последняя. Последняя книга. Это будет «Фантастика». Нет, не «Питер Уоттс». Я к нему пока что не готова. Морально. Мы возьмем четкий Рафала Косика. Который у меня постоянно на совместных чтениях в телеге. Но его почему-то не выбирает. Очень жаль. Поэтому я буду знакомиться в этой рубрике с ним. Может быть, как вчитаюсь, как влюблюсь. Прежде чем мы приступим к обсуждению куснутых книг, я хочу поделиться с вами ссылкой на свой телеграм-канал, где мы совместно с моими подписчиками читаем книги, обсуждаем разные новинки и дискутируем вообще без какой-либо там цедуры. Кроме того, там выходят всякие разные эксклюзивные видеоотзывы, обзоры, вот как раз совместных чтениях на какие-то книги, которые не выходят на Ютубе, либо выходят позже. Поэтому это практически бусте, но пока что бесплатно. Поэтому подписывайтесь, будем вместе с вами все читать. Или как там вот это вот? Как там они делают это современное сердечко? Я вот делаю вот так, а они как-то вот это там... А, вот, все. Сима я современная, молодежная. Короче. Первая книга, которую я взяла, естественно, на куснуть, которая будоражила мое сознание давным-давно, но она вот просто внизу лежит, и я вообще читаю другие какие-то. Какое-то время, когда я была более подвержена всяким рекламным роликам блогеров, я тоже хотела ее читать. Она так вообще гремела на Буктюбе, на разных платформах, что я ждала, пока ее приобрести. Она была в твердом переплете, потом в мягком конченом, потом в мягком более хорошем переплете. И я ее урвала за 300 рублей. Между прочим, не с фикс-прайса. Она там тоже была с конченной бумагой из говноветок. А тут все хорошо. И это Крис Уитакер. Мы начинаем в конце. Оказалось, что у этого автора есть еще две книги, которые у нас не выходили. Они выходили раньше, чем эта книга. Ну, не буду вам говорить, что это за книги, потому что я сама особо ничего про них не знаю. Но давайте же поговорим об этой, хотела сказать, новинке, старинке. Нотация мне абсолютно вообще ни о чем не сказала, не понравилась. Я ее дважды читала. И вот она очень огромная, очень вроде бы информативная, но в то же время какая-то никакая. Поэтому давайте вкратце я вам сама расскажу, что же вас будет ждать на страницах этой книги. Значит, у нас будет, скорее всего, две временные ветки. Либо будет очень тесно связано повествование с прошлым, потому что именно с прошлого начинается эта история. Здесь мы попадаем сразу на поиски девочки, которая пропала, и ее ищут всем селом, всем горным, в котором она обитала, некие поисковые отряды из жителей. И мы быстренько-быстренько узнаем, кто с кем нам придется дальше вести вместе и типа по этой книге. Вот наших героев узнаем. Это четыре человека будут. Шериф Вок или Уилл. Я с именами не дружу особо, но вы знаете. Вок, потом его лучший друг и их девушки. Одну зовут Рэйчел, а вторую как-то там тоже зовут. И вот у этой девушки, или Рэйчел, а Стар, господи, Рэйчел. Почему Стар? Рэдли. И такая Рэйчел. У Стар как раз и пропадает младшая сестренка. Ей на тот момент самой 15, сестренки еще меньше. И вот она пропала. И они ее ищут. Быстро находят ее уже почившей. Проходит 30 лет. И мы узнаем, что парень вот этой Стар сидит именно за убийство сестры своей девушки. А Уок, который и нашел тело, он шериф. Молодой человек, уже не молодой, выходит в самое ближайшее время из тюрьмы. Мы застаем нашу Стар Рэдли в плохом состоянии, плачевном. Она не может все-таки избавиться от теней вот этого прошлого, связанных с ее сестрой. Она то ли она наркоманка, то ли она алкоголичка, то ли все вместе. У нее есть двое детей. Девочки 13, а пацану еще меньше. И вот этот Уокер, он шериф, он такой весь уже обрюзший. Написывается, как будто ему 75 лет на вид. Но мужчине 45 получается. Он тоже не может избавиться от этих теней прошлого. Тоже любит подсесть на некие какие-то колеса, только более безопасные, чем вот эта Стар. Дальше я не прочитала. Значит, из плюсов, что хочешь сказать? Из плюсов, если есть задание, то я обожаю Европокеты. Это как раз тот самый вариантик. Ну, он, конечно, не самый вообще замечательный тут по срезу вид, поэтому по жопке книги, в общем, видно. С клапаном, с белыми страничками, удобно читать. Стиль автора довольно приятный, он легкий такой, ненавязчивый. И пока что отсутствует, как такова, вода. То, что я вообще в книгах терпеть не могу. Ну, и есть такая зацепка на вот эту таинственную тайну прошлого. Почему же никто не может избавиться от вот этих каких-то вьетнамских флэшбэков, сидит на колесах, на алкоголе. Возможно, не просто суперчувствительное, а возможно, в прошлом случилось действительно с этой маленькой девушкой, что-то действительно очень страшное. И мы об этом дальше узнаем. Минусы. Минусы – это перевод. Мне кажется, перевод абсолютно, ну, не абсолютный, но он адаптированный на процентов, наверное, 65. Потому что остальное там такой вот странный какие-то встречается. Вражения типа «хайвэй», «роуд», «стрит» и «фитиво» – «амейзинг». «Амейзинг» на всех. Такие вот выражения. То есть, что можно было адаптировать для русского читателя. Дорога, улица, шоссе. Читается такой, ну, немного странненько. Вот такие... Как они? Англицизмы, да? Называются? Если еще имена, собственно, окей, нормально. Да, часто герцогиня переводится. Естественно, герцогиня, герцогиня девочка – это было бы странно. То вот такие вещи типа «хайвэй» и «стрит» и «роуд» очень сильно бросаются в глаза и немножко дешевит само вот это вот повествование. И второй минус для меня – это то, как разговаривают в этой книге дети. Они как будто пожившие. Не просто пожившие, знаете, ей 13 лет, девочки. Но она разговаривает не просто как 20-летняя, 25-летняя, а ей как будто 50 уже. Все. Она познала всю эту жизнь. «Как будто бы уже 100 триллионов, миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же платьевых». Все. Заботится о своем брате. «Будто бы она, мамочка-одиночка, в декрете 35 лет уже». И такая «О, да я в курсе, вок. Я все знаю, я не виню ее за это». Это не девочка-вундеркинд, ничего такого. Просто вот у нее мать, бухающая наркоманка, которая периодически впадает в какую-нибудь кому, ее забирают медики в больницу, там они быстренько что-то там вкалывают, чтобы она оправилась чуть ли не на следующий день, ибо страховка, наверное, это не покрывает, и ушла из больницы. И вот она живет такую вот свою жизнь сейчас своим братом. И третий минус для меня – это какие-то вот логические нестыковки. Вот смотрите, дача с 13 лет, ее матери стар, получается, 45, потому что на момент смерти сестры ей было 15. Значит, она родила свою старшую дочь во сколько лет, получается? 45 минус 13. Сколько? 32, да? Вот она в 32 года делает ребенка, потом делает второго ребенка. И эти оба ребенка вроде от разных отцов, там какие-то еще мужики ходят, какие-то отчимы постоянно меняются. Это бы все имело место быть уже с 15 лет, понимаете? Когда вот случилась эта трагедия, и вот эта стар не смогла от нее оправиться, тут же пошла наркоманить, пить, курить, шлюхаться, и у нее уже бы как бы появились какие-то дети. Но почему-то это происходит 32 года, а до этого как она предохранялась? Вы что думаете? До этого она такая, ну что ж, я справилась с этой трагедией, все нормально, я буду все это время 15-17 лет ничего не делать, нормально жить, значит, я вот в завязке не употребляю, а значит, с мужиками я только со всеми контрацептивами. Но тут ей только 32 года, она такая, бля, сестра же умерла, меня такие флешбеки накрыли, я сразу начала упиваться алкоголем. Все такое, понимаете? Это немножко такая вот прям логическая, жуткая нестыховка, потому что с 45 годов, учитывая, как описываются вот эти наркотрипы вот этой женщины, она бы уже скончалась от передоза 25 тысяч раз, никто бы ее не стал откачивать. Да, вот такие вот минусяры тут есть, но я все равно буду читать дальше, потому что все-таки какой-то курячок на эту таинственную тайну есть. Может быть, даже автор объяснит вот эту херню, и все будет нормально дальше, поэтому я буду читать. Давайте зайдем с другого конца, и я вам покажу книгу, которая мне совершенно не сошла, и это очень странно, я эту книгу очень хотела. Я ее стал Кирилл очень долго, потому что она входит в дорогую серию, которая уже, конечно же, не выпускается, потому что эти серии, они быстренькие, быстро началась серия, быстро закончилась, ой, я уже спойлернула вам, и это Рафаус Косик и Четкий, представляете? Значит, из пяти книг, которые я куснула, но я хотела это в конце видео сказать, типа такая пам-пам-пам, ну ладно, уже начала говорить, она из пяти, мне меньше всех понравилось, это Super Bowl Disappointing. Короче говоря, значит, по сюжету у нас есть Варшава будущего, есть искусственный интеллект, который по индексу вашего поведения вычислять, способны ли вы на серьезное преступление, типа убийства. И если этот индекс зашкаливает, типа, за сотку, то человека арестовывают, и я не знаю, что с ним дальше делают, но что-то нехорошее делают. Но у нас вот есть здесь некий хардпад, который имеет доступ к системе, и может у каждого человека просмотреть его вот этот индекс, чтобы предупредить, или чтобы самостоятельно снизить, я так и не поняла. И в конце тут в аннотации говорит, что это дело даже не на земле происходит, Варшава будущего, это не город. Я до этого момента еще не добралась. Ну, не так неохотно, на самом деле, добираться. Но, может быть, эти просто были неудачи на 25 страниц, но ладно. Значит, на что это похоже? Это похоже на какую-то такую низкопробную фантастику 70-х годов, где есть главный герой, который практически в законе. Я так не люблю книги про воров. Это такой избитый троп. Он просто везде, просто везде. Вот сейчас вышла новинка от Фью Хауэ, который Бункер написала. Но она новинка, это у нас, а там она старинка уже, ладно. Называется «Песок», по-моему. И это часть там нового цикла. И там опять «Брат и сестра воры». И вышла новинка еще от одного из авторов «Пространство», Джеймс Кори, это же собирательный псевдоним. И там тоже «Фэнтези про вора». Ну, сколько можно? Ну, пожалуйста, ну, хватит. Я уже не хочу про этих урок читать. И вот здесь главный герой, он такой. Он как будто бы такой собирательный образ из всех бандитов сериала «Улица разбитых фонарей». Какой-то такой урка, который очень неприятный. У него есть деньги, конечно же, потому что он нелегально работает, загребает баблища. Но он не живет на Рублевке, он живет в какой-то конченной квартире, потому что иначе его будет преследовать налоговая. Ну, как иначе. Ну, он промышляет вот этим бизнесом. Сам он себя и все вообще вот эту штуку, когда узнается индекс, вот это называет нюхачи. И он главный, блядь, нюхач города. Он взломал систему вот эту, искусственный интеллект, они взламываю сам, бля-бля-бля. И, в общем, за деньги узнает индекс. И это так все написано, ну, так топорно, так вот как-то грязно. К этому герою сразу не проникаешься. Во-первых, он конченый. Во-вторых, он... Я такой умный, я взломал систему. Никто не взломал систему, кроме меня. Остальные нюхачи, они просто какие-то инфо-цыгане, они просто ничего не знают. Они рассказывают воздух, а я-то один взломал эту систему. И тут же, пока он сидит, взломал эту систему у себя в машине, бля-бля, 10 минут на заказе, он не замечает, что на заднем сидении сидит какой-то хер. И тычет ему пушкой в затылок. Как можно не заметить, что кто-то в машине с тобой сидит 10 минут, и такой сидишь, взломываешь систему, ты такой весь прошаренный, а там какой-то хуй сидит сзади, и тычет тебя пушкой. И ждал этот хрен, пока тот закончит свою работу, бля-бля. И такой, о боже, если я сдвинусь, он меня убьет, поэтому мы поедем куда-то там, в какой-то мухосранск, где этот хрен говорит, что на самом деле ты составляешь нам конкуренцию. У меня нет конкурентов, потому что я единственный нюхач, который действительно может узнать индекс. А тебе такие, да хуй индекс, нам не нужен этот индекс, нам бабки нужны, а ты вообще сиди, помалкивай в тряпку, иначе твоей дочери, бля, я сейчас скажу вам, как эту дочь зовут. Марыся. Дочь зовут Марыся. Блин, ну ладно, может это польское имя. Я смеюсь, как Мария, а у них Марыся. Ну короче, ладно, у него есть дочь, естественно, и есть жена, и тут же, тут же мы еще узнаем, что он жуткий сексист, противный мерзкий тип. Он еще, он еще больше баллов грязности накидывает сверху, и говорит, что моя бывшая такая сучка, не сучка, а суйка, потому что она меня шантажирует, но она быстро попала на крючок бабок, на иглу денег. Я ей выплачиваю десятикратные какие-то алименты, хотя мог там обычные выплачивать. Я думаю, и до сих пор тебя налогово в мире будущего не нашла. Может, ты ей просто не нужен? Эта дрянь такая. Если ты не наденешь шапку на нашу дочь, то ты ее никогда больше не увидишь. Ну, она тоже такая противная, он противный, она противная. Вот это так неприятно читать. Это так неинтересно написано. Я не хочу дальше следить, а ведь он, например, главный герой за этим хером. Мне вообще не хочется, чтобы его поймала налоговая уже. А я 25 страниц прочитала, из 560. Продолжаем тоже. Нашумевшая, нашумевшая. Так, еще раз придется нашумевшая, потому что это кошминул. Нашумевшая книга, которая была экранизирована. И это сериал, очень интригующий, интересный. Видимо, я не смотрела, но его продюсер-режиссер, наверное, это Рис Уизерспон, у которой этот книжный клуб есть. И, видимо, она эту книгу и пропихивала. Это большая, маленькая ложь. Лианы Мариарти. Про пригород и вот эти все семейные дрязги. Мне не особо зашло, но я прочитала 25 страниц, там завязка, ну, такая, на уровне отчаянных домохозяек, смешанных еще с каким-то сериалом, с каким-то фильмом про пригороды, про вот эти все зеленые газоны. Ой, у нас зеленые газоны, ну, есть тайна. У нас есть мертвая подруга, закопанная там, блядь, на заднем дворе. Ну, примерно. Но здесь завязка другая. Здесь сначала идет от лица какой-то бабуськи, которая живет возле школы в доме. И причем по описанию кажется, как будто она возле школы, прям возле школы живет. Не просто, типа, там, она вот живет там, а там где-то там чуть-чуть рядом школы, это как будто бы у нее окно прям в дверь школы выходит. Прям, знаете, вот как американских фильмов подворотни показывают вот это. Вот у нее окно и дверь сразу. Вот как-то это. Она слышит шум, подползает туда, на своих ходунках, вот к окну, и видит, что там какой-то спор происходит. И это очень медленно, вот это все. Ах, эти родители, у них богатые дети, они иногда любят устраивать вечеринки. И вот эта вечеринка в стиле Одри и Элвис, очень странная хуйта, на самом деле. Женщины должны были одеться в стиле Одри Хедберн, а мужчины в стиле Элвиса. Почему так? Ну, хотя бы как-то по тематике. Женщины в стиле Одри, мужчины в стиле Кларка Гейбла, какого-нибудь, или что-то в этом духе. Но, видимо, просто они хотели все наебениться, а они хотели наебениться в стиле Одри и Элвиса. И бабка сначала рассказывает про это, потом про то, что все оделись, как в Завтраке и Стифани, а могли одеться и по-другому. А мужики оделись не как ранее Элвиса, как поздний Элвис, который в белом костюме с вырезом до пупка. Короче, очень медленно все подползает. И вот эти родители ругаются, ругаются. И потом крики. И мы как бы типа там узнаем, что что-то произошло, но все равно это мы толком не узнали. А дальше вставкой от лица нескольких жителей, видимо, этого пригорода. И это выглядит как реалити. То есть ходит что-то, что-то, и там закадры вот сидят они в студии такие. Но в этой ситуации она, конечно, переборщила. Я считаю, что виноват клуба эротической книги, да. Ну вот примерный, какой-то типа что-то реалити. Эта книга, она сразу предполагала, видимо, экранизацию какую-то. И поэтому написано это весьма странно. Нас будет знакомить с героиней, которая едет на машине, у нее есть ребенок, у этой героини есть подруга тоже с ребенком. Все они живут в их пригородах. И вот у них там все эти какие-то скандалы, перипетии, школьный совет, у кого ребенок красивее, умнее. Вот это все дерьмо. Я вообще не понимаю, как люди в этом могут вообще вариться, но в полном серьезе сидеть, школьный совет, обсуждать, какая мамочка такая, какая не такая. Короче, хотя я очень люблю все эти сплетни. Но это как будто бы утопало немножко, немножко в воде. Очень много водички. Такая она такая буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Я такая читаю, читаю, думаю, ну ладно, посчитаю, блин, там 2 с 5 стороны есть, посчитала 30, там ничего не происходит. Ну то с героями познакомились, и, видимо, дальше что-то должно ультра интригующее произойти, от чего вообще этот сериал стал таким популярным. Ну, в общем, пишите в комментариях, будет ли дальше что-то более интригующее, чем Мертвый Элвис или Одри. Это непонятно пока. Еще одна Кусин-то значит книжечка Семейная сага. Я люблю семейные саги, особенно если они все про другие страны, про их культуру, и вот у меня на полках залежался Рохинтон Мистри или Мистри дела семейные. Это индийский, значит, он канадский писатель индийского происхождения. Я думаю, что там прям современщины отдает немного по повествованию. Ладно. Значит, это у нас будет про индийский будем, про индийцев. И в самом начале мы знакомимся с уже пожилым гражданином. Его зовут Нариман Вакиль. Нариману Вакилю 78 лет. У него трое детей, двое приемных и одна дочь родная. у него жена умерла, оставила ему этих приемышей. Вот эти приемные дети, они сильно пекутся за него, что вот папа, не выходи из дома, иначе ты сразу же умрешь, упадешь, не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Реально, не выходи из комнаты без нашего спроса, не ходи в туалет, иначе ты там умрешь. И вот это все. У меня, знаете, родителям уже за 70, довольно далеко за 70, и как бы для меня это очень какая-то кринжовая ситуация читать про 70-летних людей, которые там типа могут упасть где-то и помереть, потому что старость пришла. Я не хочу вообще в это верить, на самом деле, потому что это странно. Ну, ему 78 лет, он как будто бы они его опекают, как будто он вот-вот уже развалится, как будто он где-то... А, ну, уже, блядь, 80 с хуем, он уже старый пиздец, как вообще, как земля. Да вроде не болеет, просто вроде типа как будто бы 70 с чем-то лет это уже старость, пипец. Хотя это же индийцы, они же все живут за сотку там. Некоторые даже документов на некоторых нет, я смотрела передачу. Они не знают, сколько бабки там лет, ей уже 200 может. Короче, видимо, это Канада дает о себе знать. Но они вроде не в Канаде там по сюжету. Ладно. И этот дед любит вечерами прогуливаться и думать о том, что он свою жизнь просрал. И дальше описывается, ну, очень быстро описывается, почему это он просрал свою жизнь. Встречался с женщиной, которую якобы любил, но потом родители на него давили, они сказали, что она иннове, инноковерящее, она, значит, какая-то конченая, ты с конченной встречаешься, хватит с ней встречаться, мы тебе найдем другую, давай, давай, прекращайте отношения, женись, значит, другой женщине. Он внимает просьбы, просьбам своих родителей и женится на нелюбимой женщине, у которой как раз, которая вдовая, у нее как раз двое этих детей есть, у них появляется вообще общий третий. И, казалось бы, ни хрена, ну, ничего такого странного, ну, как бы странно, конечно, те родители, давящие женись, ну, есть такое в жизни, но мужику на тот момент, когда он бросил свою любимую женщину и когда родители сали ему в уши насчет женить, ему было 42. Вот это поворот! Значит, мужику 42 года, они собирают совет какой-то всех индийских вот этих родственников и начинает жесткий абсер его бывшие. там как-то написано это как-то мерзко было, знаете, я сейчас найду. А, вот. Мы, конечно, заперли конюшню и не дали вырваться коню, но теперь нужно искать кобылку. Бля, просто. Он сидит, ему 42 года, и он слушает, как его родители, как его родственники называют его конем в конюшне. Они его заперли, чтобы найти ему кобылку. Просто беги, мужик, да будь хоть бомжом, да это же ужасно с такими мерзотными вообще родственниками жить, но он внимает, значит, ты представляешь, это на полном серьезе вот так написано, ну, 42 года. Да, да, господи, сбежал бы нахуй из этой Индии, блин. Короче, ну, 42 года, он сейчас с женщиной своей любимой, она ему говорит, да давай плюнем на этих родственников дурацких, уедем куда-то, жить будем вместе. Ого, я не могу, это же родня, вот это все, фигня, вот это не родня, это уже какие-то враги. И в итоге, вот он женится на другой женщине, у которой вот эти дети, у них общий ребенок рождаются, и вот он такой, а зачем я это сделал, родители меня всю молодость пилили, всю молодость, ага, ага, ну ладно, 42 года, мальчику. вот, а потом, да, странно, да, а теперь, вот она, вторая жена ушла, вот эта умерла, вторая вот эта жена, не вторая, вот эта жена его умерла, которая нелюбимая, и он еще этим приемным детям, да вот, ваша мать, ее жизнь не испортила, думаю, фу, блядь, ну ты мерзкий, как бы, это ты испортил вообще ее жизнь, зачем ты на ней женился, и там еще такие описания мерзкие, он пошел в туалет, чтобы сделать свои дела, дочь туда постучалась, она такая, фу, я хотела пописать, но я поняла по воне, что это ты, теперь, теперь твой вонь, я думаю, блядь, я не знаю, мне это, знаете, напомнило книгу, по-моему, Семенона, не помню, Жоршева Семенона, или как-то вот автора так звали, и она называлась, все-таки Орешник зеленеет, там тоже прадеда была, которая вспоминает свою жизнь, которая стоит в постельке своей, и он такой, вот, у меня была жена, она уехала куда-то там, там, как-то родила, потом еще одна была жена, потом еще одна жена была, и это все по кругу, по кругу, по кругу, не знаю, может дальше какая-то интрига пойдет, но пока что для меня это ни хера не интрига, это про какого-то сверх инфантильного чела, который в 42 года не смог вообще решить, что для него важно в этой жизни, вы читали, делитесь впечатлениями, только без спойлеров, понравилось вам или нет, и будет ли там что-то интриганское, будет ли там умерщвление этих противных родственников на костре, пишите. И последняя книга, я уже ее показываю, которая вообще побеждает в моем рейтинге интересности, которую я на самом деле очень хотела продолжить читать, но я тогда бы не успела снять это великолепное видео для вас, это оберкромье, кровь и железо, The Blade Itself, по-моему, она называется, это фэнтези, вау, удивительно, наверное, после того, как я, блин, уже 5 сезонов грима посмотрела, я подумала, почему бы и фэнтези не почитать. Я не знаю, я аннотацию не читала, а аннотация написана... Аннотация там, бла-бла-бла, север понял, бум, бла-бла-бла, короче, вначале там не про это, вначале вы знакомите с героем, которого зовут Логан, Леган, Логен, Логен его зовут, и Логен очень хуё, потому что он, значит, разбил лагерь, а на этот лагерь напали какие-то плоскоголовые, видимо, это существа какие-то, и они, значит, его преследовали, преследовали его подельников или кто-нибудь. Логен, наверное, вор. Логен вор? Ну, хорошо, слава богу, отлегло. Значит, они преследовали этот лагерь, видимо, всех его друзей поубивали, и Логену самому пришлось вообще ультра хреново, вообще он убегал, упал в какую-то бурную реку, еле выбрался, и весь промокший вернулся к лагерю, натянул на себя там одеяло и сапоги, и куда-то пошёл. А дальше сразу же мы знакомимся ещё с одним героем, это Глокта. Глокта, правильно? Всё время читаю Глотка. Глокта. Это инквизитор, очень уже интригующий инквизитор, который поймал некого купца, торгующего шёлком, по-моему, который не платил налоги, и вот он его пытает. Самому Глокте тоже не особо приятно, потому что описательно я подумала сначала, что это ультрадед, у которого все суставы болят, он еле спускается по лестнице, там целая страница описана, его спуск по лестнице, и это очень, знаете, это очень больно было читать, очень живо написано, и всё прочув... Когда тебе 36 уже, у тебя какие-то суставчики болят, ты вообще понимаешь, что в Глокту. А у него вообще всё болит. Но вот мне муж подсказал, потому что это на самом деле инвалид, и ему за 30, да? 30 с чем-то лет. У него нет передних зубов, потому что его тоже пытали когда-то, ему их выбили, но это потом мы узнаем, это мне муж уже сказал, рассказал, потому что я стала у него спрашивать всё, потому что так интересно написано. И, значит, у этого инквизитора есть непосредственно руководитель, который ему сказал, ты, долбоёб, ты чё? У нас с купцами не может никаких проблем, потому что у них же свои гильдии, они нам вообще всю жупу на британский флаг раздерут. Но тот говорит, вот тебе деньги и помалкивай. Примерно так. Ну не так, конечно, он ему там денежки предложил, тот вроде там на всё согласился. Я прочитала только 20, тоже 25 страниц, я вам скажу, что написано супер хорошо. Стиль просто песня. Потому что так живо описывает автор всё происходящее, что я прямо очень сразу вот эту картинку выстраиваю в голове. У меня редко так случается, потому что, ну бывает, автор вроде описывает что-то, и горы там, и вот это Хайвей Стрит, и вот это всё было. Вот знаете, всё до мельчайших деталей описывает, а у тебя там перекати поле, и где-то какие-то бетонные балки стоят, а там среди них герой вродит, блядь, с чашкой кофе. Потому что у меня очень, не знаю, вот пространство и мышление с этими описаниями не сочетается. Я раньше думала, что, наверное, это у меня так хреново, всё с вот этим воображением, но на самом деле попадаются авторы, которые классно всё описывают, и ты прям картину видишь по кадрову. Тут ещё готова экранизация тоже. Но не в плохом смысле киношная книга, потому что для меня выражение киношность, киношность сюжета, это плохо значит, это написано, значит, ну просто, ну написано прям для, сразу для каких-то людей, которые будут экранизировать. Здесь автор отлично описал, покадрово видишь, но это не киношное всё-таки что-то. Я не могу, я не могу передавать вам все свои эмоции, которые у меня бурлят. Саш, скажи, как там, как там, как там? Ну, я не могу описать, что это не то, чтобы киношное, но это очень круто написано. Это живое писание. Да, да, живое. Но не так, чтобы, знаешь, вот как будто Джон сказал то, Эдвард ответил это. Жизнь, да, не сценарного типа, то есть это не сценарный сюжет, не сценарная книга такая, когда ты там открываешь и как будто сценарий читаешь, что просто так. Нет, здесь всё не так просто. И сразу же, моментально, герои, любые, которые тут описываются, они все цепляющие. Даже чел, которого пытали, я уже думаю, блин, ну хуя вы его пытаете? Он уже просто не заплатил немножко налогов. Пусть заплатит, идиот, не хочу, чтобы его пытали. Он же торговец. Поэтому я продолжу обязательно читать дальше. Тем более, что мне муж мой, сидящий здесь, говорил, что здесь будет по минимуму магии, что я как раз хочу видеть фэнтези. Странно, вы хотите видеть фэнтези и минимум магии, да? Да, там ещё идинорогов не будет. Вот, да. Фэри, вот эти люди, все там с крыльями, с драконами. А драконы будут? Ну, хорошо. Отлично, всё идеально. Идеально. Плоскоголовые, ну, мало ли какие существа существуют там в их вселенной. Описываются просто какие-то, они кто? Разбойники какие-то существа? Вессены? Ну, не какие-то, орки. Орки, да. Ну, я так и подумала. Вот, поэтому все классно. Я считаю, что автор молодец. Все. Буду читать дальше. Это было все. Спасибо, что вы оставались со мной до конца. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии и, конечно же, всех целую. До новых встреч. Пока-пока.